Итак, здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим выбирать сравнение протоколов STP, RSTP, MSTP, ERPS на коммутаторах SNR. Стоит сразу оговориться, что в данной презентации мы не будем рассматривать какие-то базовые понятия для этих протоколов, как формируется, собирается этот протокол. Это все у нас есть много информации в интернете, как выбирается корневой коммутатор, корневые порты на коммутаторах, назначенные порты на коммутаторах. То есть какие-то базовые вещи формирования дерева, вся эта информация есть в интернете, опять же повторюсь. Мы здесь коснемся больше вывода информации и дополнительных настроек на коммутаторах SNR, а вот с ERPS мы, пожалуй, разберемся немножко подробнее. Также у нас вышла статья по поводу STP, MSTP, RSTP на сайте nag.ru. Заходите, посмотрите, там информация представлена более в подробном виде. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с этой информацией более подробно по данным протоколам, которые, возможно, отсутствуют в данном вебинаре, ну, скорее всего, она будет отсутствовать, какие-то базовые какие-то вещи, вы можете обратиться к этой статье. В основном будем опираться в вебинаре у нас на вот такую вот схему. Как мы с вами видим, она состоит из коммутаторов S2982 и одного S2995. Просто выбраны такие коммутаторы, не потому что они там лучше или хуже других. Подключение у нас осуществляется с помощью медных патчкордов, если кому-то это интересно. Скорость у нас будет 1 гигабит подключения между ними. Собственно, вы это видите сейчас на слайде у нас. Сначала рассмотрим протокол STP. Рут-коммутатором у нас будет являться верхний коммутатор S2995 с IP-адресом 192.168.1.3 на конце. Магистральные порты на коммутаторах в схеме у нас это будет 1.23, кроме рут-коммутатора. У него магистральный порт будет 1.7. Это, кстати, также можно видеть у нас на слайде. На всех четырех коммутаторах мы активировали команду для функционирования, для включения Spanning-3. Это Spanning-3 и выбрали мод Spanning-3, мод STP. Обратимся к этому выводу. На нижестоящем коммутаторе, который у нас был на предыдущем слайде. Вот если, еще раз давайте посмотрим, вот этот вот ниже стоящий коммутатор S29.82 с IP-адресом 192.168.1.1. Вот мы к нему обратимся по поводу вывода. На что мы можем обратить внимание? Во-первых, это стандарт, который у нас 802.1.d. Это стандарт STP. Мы видим, что согласно нашему стандарту, он как раз присутствует здесь в выводе 802.1.d. Это соответствует протоколу STP. Не STP, не MSTP, а вот как раз STP. Это первое, что можно обратить внимание, когда вы что-то настраиваете по STP, чтобы посмотреть вообще, какой стандарт у вас используется. Bridge MAC у нас оканчивается на 10.08. Это MAC-адрес нашего коммутатора, на котором мы сейчас смотрим данный вывод. Дальше у нас идут таймеры на коммутаторе. Также self-bridge ID – это у нас ID нашего коммутатора. Это значение, которое участвует в процессе формирования STP. Значение получается из числа кратного 4096 плюс MAC-адрес коммутатора. По умолчанию у нас значение, которое используется для нашего bridge ID – это 32768. Мы его никак не меняли, поэтому bridge ID у нас имеет значение 32768 плюс MAC-адрес нашего коммутатора, который оканчивается на 10.08. Route ID в нашей схеме из четырех коммутаторов, в котором мы видели – это вышестоящий коммутатор S2995. Его MAC оканчивается на F0E4. Это как раз ID нашего root коммутатора. Здесь мы видим ID. У него здесь у нас представлен в поле root ID. Extended root pass cost 40000 – это общая стоимость маршрута от текущего коммутатора до корневого узла сети. Данный показатель больше относится к MSTP. Мы немного позднее разберем данный показатель. Ниже также у нас рассмотрено два порта есть, 1.23, и есть такое поле, как extRPC. Это стоимость до корневого коммутатора сети у данного порта, не стоимость самого порта. И опять же, это больше относится к MSTP. И почему это тут так, мы разберем немного позднее. От чего зависит показатель в этом поле? Обратите внимание, что для root порта 23 этот показатель равен 20000. Это тот показатель, та стоимость, которую получает коммутатор через этот порт от вышестоящего коммутатора. По сравнению с другими показателями, она является лучшей, поэтому записывается в таблицу. Но это не стоимость самого порта 23. Стоимость самого порта 23 тоже 20000 составляет. Для порта 1 показатель составляет 40000. Это тоже не стоимость самого порта. Как мы с вами помним, стоимость всех портов в сети у нас 20000. Так вот, показатель Extended RPC для порта 1 у нас складывается из лучшей стоимости, которую получает коммутатор. Это 20000 плюс стоимость самого корневого коммутатора. На данном коммутаторе это 23 порт. В итоге мы видим значение 40000 у порта 1. То есть еще раз, вышестоящий коммутатор отправляет к нам, ниже стоящий коммутатор, стоимость 20000. Это стоимость как раз вышестоящего коммутатора до root порта. И именно эта стоимость указывается в поле Extended RPC. Потом берется стоимость самого 23 порта, которая тоже составляет 20000 и складывается с полученной стоимостью 40000. И именно она отражается на неруутовом порту и на вышестоящем поле Extended RPC. Далее у нас есть поле Extended Bridge и Extended Port. Это идентификатор коммутатора и порта этого коммутатора, который в данном сегменте стал Extended. Как мы с вами видим, у нашего лежащего коммутатора как раз MAC-атреса указан выше стоящий коммутатор, так как для него выше стоящий коммутатор является Extended Bridge и, соответственно, Extended Port не указан. Например, для первого порта, который у нас заблокирован, вышестоящий коммутатор является Extended. Поэтому мы видим, что в выводе у нас находится MAC, у которого на конце 56.7D и порт 23. Это порт на вышестоящем коммутаторе. Если мы зайдем на вышестоящий коммутатор и также сделаем вывод Show Spanning 3, то для этого 23 порта там не будет указан MAC ниже стоящего коммутатора. Там будет как раз указан MAC именно этого же коммутатора, так как ниже стоящий для него, для ниже стоящего коммутатора он является Disignate. Обратимся к дополнительным настройкам, которые можно сделать в глобальной конфигурации. Мы можем изменить вывод, например, как будет выглядеть стоимость маршрутов для разных стандартов. Например, если мы на всех коммутаторах изменим формат на .1D, то показатель стоимости сменится согласно формату. У нас стоимость только что была 20 тысяч, сменили на предыдущий формат .1D. Стоимость стала меньше 8 и 4 соответственно. Для того, чтобы все коммутаторы сети имели возможность получить точную информацию о конфигурации следующее дерево, в протоколе STP используются следующие таймеры. HelloTime. Это у нас интервал времени, через который корневой коммутатор отправляет конфигурационные BPDU. Значение таймера HelloTime настроено на корневом коммутаторе, если мы говорим про STP. Будет определять значение таймеров HelloTime на всех некорневых коммутаторов, так как они просто пересылают конфигурационную BPDU, когда получают их от корневого. Значение по умолчанию 2, то есть это 2 секунды. Диапазон от 1 до 10 секунд можно выбрать. Forward delay – это интервал времени, в течение которого порт коммутатора находится в состоянии прослушивания и обучения. Такая задержка смены состояния необходимы, чтобы исключить возможность временного возникновения альтернативных маршрутов при неодновременной сменении состояния портов во время конфигурации. Значение этого таймера у нас по умолчанию 15 секунд. Диапазон можно менять от 4 до 30 секунд. MaxH – это интервал времени, в течение которого коммутатор хранит параметры текущей конфигурации связующего дерева. Значение таймера устанавливается корневым мостом, то есть нашим корневым коммутатором. И позволяет гарантировать, что все коммутаторы сети обладают одинаковой информацией о времени хранения конфигурации степи. Если период времени определенный таймером истек, а коммутар за это время не получил кадр BPDU от корневого коммутатора, то он начинает себя считать корневым мостом, начинает рассылать собственную BPDU коммутатором и инициирует процедуру пространения связующего дерева. У данного таймера с значением получения 20 секунд диапазон возможных значений от 6 до 40 секунд. Также мы можем обратить с вами внимание, что у нас есть такая команда как Spanning3TCFlash. Давайте посмотрим, что вообще она означает, для чего она нужна. Предположим, у нас линк становится недоступным. Здесь у нас есть как раз изображение, где мы видим, что у нас линк между коммутатором, который у нас слева оканчивается IP-адрес 1.4, и вышестоящим коммутатором root 1.3 у нас оборвался. В этом случае порт 1 на нашем ниже стоящем коммутаторе, который обведен зеленым, переходит в состояние forward. При переходе порта в состояние forward коммутатор отправит TCN BPDU. Это отдельная единица, это отдельный пакет. Если порт настроен как порт fast, то в случае подключения оборудования к этому порту, он сразу перейдет в состояние forward. Однако TCN BPDU отправляться не будет. Так вот, по поводу команды TC-Flash. После обнаружения изменения топологии в сети, коммутатор генерирует TCN BPDU уведомление об изменении топологии со всей информацией о топологии, которая используется в настоящее время и отправляет ее к корневому коммутатору через его корневой порт. Восходящий коммутатор, в нашем случае это коммутатор слева, который у нас находится, 192.168.1.2. Так вот, восходящий коммутатор, подключенный коммутатору, который отправил этот TCN BPDU, получит это BPDU и ответит обратно отправителю BPDU подтверждение изменения топологии. Кабель, пакет TCA. Это вот как раз в Айршарке мы можем видеть по центру вывода топологии, чейндж, акнулыч. Теперь восходящий коммутатор, получивший TCN BPDU, генерирует свой собственный TCN BPDU и передает его вышестоящему корневому коммутатору через его корневой порт. Этот процесс продолжается до тех пор, пока корневой коммутатор не получит TCN BPDU. Как только корневой коммутатор получает уведомление об изменении топологии, он генерирует конфигурационный BPDU с установленным битом изменения топологии и битом подтверждения изменения топологии и передает это BPDU по всей сети, чтобы все коммутаторы были уведомлены об изменении топологии сети. Как мы с вами видим, вот этот бирюзовый, бирюзовые стрелочки, так как у нас справа все равно линк оборван, куда я могу еще посылать-то пакеты. Он, соответственно, посылает пакеты в сторону коммутатора 192.168.1.2, в свою очередь на ниже стоящий коммутатор. И тут мы с вами видим на слайде нашем в левом углу, вывод опять вайршарка, бит топологи чейндж у нас выделен да, он отправляет дес. Так вот, бит этот TC в конфигурационном BPDU, отправляемым корневым коммутатором, указывает некорневым коммутатором удалить записи MAC-адресов, которые увеличивают скорость конвергенции сети. Если мы не хотим, чтобы коммутаторы очищали свою таблицу коммутации, то мы можем воспользоваться как раз командой Spanning3TCFlash. Если мы используем Spanning3TCFlashDisable, то таблица MAC-адресов не сбрасывается при перестроении топологии. Если мы используем Spanning3TCFlashEnable, то у нас, соответственно, таблица MAC-адресов сбрасывается при перестроении топологии. Перейдем к рассмотрению настроек, которые мы можем произвести на порту. В рамках порта также можно производить и дополнительные настройки, например, COST. Это задать стоимость маршрута для порта. Стоимость его. Стоимость маршрута. LoopGuard. Дополнительная защита на втором уровне от возникновения петель. Петля возникает, например, когда заблокируемый порт в избыточной топологии, ошибочно, по какой-то причине, переводится в состояние forwarding. Это может возникнуть, например, когда блокированный STP-порт перестает получать BPDU. Как только на порт перестает поступать BPDU, STP понимает это как изменение топологии и исчезновение петли и переводит порт в состояние forwarding. В случае использования LoopGuard, порт после прекращения получения пакетов, он блокируется. То есть forwarding не переводится. Порт приорити. Это приоритет пакета. Приоритет порта используется только для определения топологии. Если петля в сети может быть разрешена с помощью идентификаторов коммутаторов или стоимости пути. Порт fast. Функция, которая у нас позволяет порту пропустить состояние прослушивания и learning изучения и сразу перейти в состояние forwarding. Обычно настраивается на портах уровня доступа, к которым подключены конечные пользователи или сервера. RootGuard. При получении BPDU на порту, где эта функция включена, при этом BPDU лучше к нам приходит, чем у корневого коммутатора, порт перейдет в состояние root inconsistent, это эквивалентно состоянию прослушивания. После того, как порт перестает получать BPDU, он переходит в нормальное состояние. TC-флаж мы рассмотрели в предыдущем слайде. Только здесь у нас происходит настройка не непосредственно в глобале, а непосредственно на порту. Ну, соответственно, и действует она так же. TC-ангард, она отключает распространение уведомлений об изменении топологии на другие порты STP. Используйте это, если вы хотите, чтобы изменения топологии были замечены однораговыми устройствами. Не были замечены, естественно. То есть, например, вы не хотите, чтобы коммутатор при изменении топологии вышестоящему оборудованию направил TCN-BPDU по какой-то причине. Возможно, вы, как администратор сети, знаете сеть свою лучше, и в какой-то момент вы не хотите, чтобы коммутатор вдруг взял и отправил TCN-BPDU об изменении. Вводите эту команду, коммутатор через порт не отправляет. То есть, не получает, а не отправляет этот пакет. Далее перейдем к рассмотрению вывода информации, которая может быть полезна в рамках диагностики. Команда для конкретного интерфейса 23 у нас на нижестоящем коммутаторе. Вот мы говорили про нижестоящий коммутатор из наших четырех коммутаторов. Так вот на нижестоящем коммутаторе мы делаем команду showspanning3 интерфейс Ethernet 1.0.23.detail. Что мы тут можем заметить? Порт 23 у нас является root-портом на данном коммутаторе и он находится в состоянии продвижения. Порт не является edge-портом, то есть он не переведен в режим port-fast. Root-guard, loop-guard данной функции не включены на данном порту. Далее мы видим operational port-pass-cost 20 тысяч. Это как раз приоритет самого порта и идентификатор порта. По умолчанию порт приорити у нас является 128, соответственно порт identifier – это приоритет порта плюс номер самого порта. В конце данного слайда мы видим BPDU, который отправил коммутатор и принял через этот порт. Причем мы видим как конфигурационные пакеты, так и TCN, BPDU, которые он потенциально мог бы отправить. Давайте мы с вами перейдем к рассмотрению следующего протокола. Это протокол RSTP. Снова обратимся к нашей схеме. Ничего у нас не изменилось. Все коммутаторы, как были в этой схеме, так и у нас и остаются. Ничего не меняется. Однако, мы переведем все наши коммутаторы в режим RSTP. Чтобы перевести коммутаторы в режим RSTP, достаточно просто ввести Spanning3 mod RSTP. Как мы видим, выводы команды в showspanning3. Режим работы у нас сейчас сменился. Обратите внимание, что стандарт стал 802.1.w, который соответствует RSTP. Как мы с вами видим, вывод у нас почти не изменился по сравнению со степи. Дело в том, что при проектировании и разработке ПО оно было унифицировано. ПО унифицировано было. При проектировании данного программного освещения шли отсылки к MSTP. Делали так, чтобы STP и RSTP были совместимы с MSTP. Поэтому многое унаследовано от MSTP. Поэтому, когда мы с вами говорили про Extended Root Pass Cost 40 000 и такое поле, как ExtRPC, это наследие MSTP и унифицирование создания ВПО. Рассмотрим ситуацию, когда у нас на ниже стоящем коммутаторе пропал и появился линк на 23-м порту. Если у нас включен режим RSTP, то время от статуса отбрасывания, то есть дискарнинг, до продвижения пакетов очень мало. Таким образом, сходимость при RSTP высокая. Если мы возьмем STP, то пройдет около 30 секунд до того времени, как порт перейдет в режим продвижения пакетов. Таким образом, RSTP гораздо быстрее обеспечивает сходимость сети. С классическим Spanning 3 сбой связи вызвал бы изменение топологии. При использовании RISP-Explanning 3 RSTP сбой связи не влияет на изменение топологии. Только non-edge интерфейсы, ведущие к другим коммутаторам, которые переходят в состояние forwarding, рассматриваются как изменение топологии. Рассмотрим изменение топологии для RSTP. Как только коммутатор обнаружит изменение, он начнет изменение топологии, это будет сделано для всех назначенных non-edge и корневых портов. Он будет очищать MAC-адреса, которые изучаются на этих портах. До тех пор, пока происходит изменение топологии во время активности таймера, он будет устанавливать бит изменения топологии в BPDU, который отправляется из этих портов. Когда соседний коммутатор получит это BPDU с установленным битом изменения топологии, произойдет следующее. Он очистит все свои MAC-адреса на всех интерфейсах, кроме того, на котором он получил BPDU с включенным изменением топологии. Он запустит изменение топологии во время самого таймера и отправит BPDU на все назначенные порты и корневой порт, установив бит изменения топологии. Вместо того, чтобы отправлять изменение топологии вплоть до корневого моста, то есть нашего корневого коммутатора, как это делает классический STP, изменение топологии теперь быстро распространяется по всей сети. Здесь мы видим, что на порту 1 коммутатора 192.168.1.4, который у нас находится справа, произошел разрыв и восстановление связи, порт перешел в состояние forwarding, коммутатор отправляет пакет с флагом TC, root коммутатора отвечает ему пакетом ACK и отправляет в сторону 192.168.1.2 пакет с флагом TC. То есть, если у нас в протоколе STP использовался какой-то отдельный пакет для оповещения наших соседей о том, что изменилась топология, то есть отдельный BPDU, TCN называется, в RSTP отдельных пакетов для этого нет, там просто есть специальное поле с флагом Topology Change TC. Поэтому используются пакеты с установленным флагом или нет, в зависимости от изменения топологии. Что если нам надо по какой-то причине сделать так, чтобы коммутатор не отправлял TCN BPDU пакеты или пакеты с флагом TC? Мы на предыдущих парочках слайдов назад парочку слайдов назад уже смотрели такую команду, как TCN Guard. Давайте посмотрим более внимательно. TCN Guard и TC Guard это разные команды. Если мы не хотим передавать нашим соседям информацию об изменении сети, то в этом случае мы можем настроить TCN Guard на порту или TC Guard, в зависимости от того, какой протокол STP или RSTP у нас используется. Если это STP, это, соответственно, TCN Guard. Если это RSTP, то это TC Guard, через тиры, которые пишутся. Настроить их можно в рамках непосредственно самого порта. После настройки BPDU об изменении топологии не будет передано в направление Out через эти порты. Для STP не будут отправлены TCN BPDU, а для RSTP не будут отправлены BPDU с установленным флагом TC. На рисунке только в качестве примера сеть условно разделена на две части. В левой у нас STP, в правой RSTP. Со стороны STP что-то произошло с линком, коммутатор направит TCN BPDU в сторону рут-порта. Однако, там есть настройка TCN Guard. Поэтому этого не произойдет. Со стороны RSTP, как мы с вами видим, тоже что-то произошло с линком, но потом он восстановился, порт перешел в состояние forwarding, поэтому надо отправить BPDU с TC флагом. Однако, этого не произойдет, если на порту в сторону рута установлена команда TC Guard. теперь давайте мы с вами рассмотрим MSTP. MSTFP является у нас модификацией RSTP, а значит и STP. MSTP умеет работать с вланами, это его особенность, по сравнению с предыдущими рассмотренными протоколами. Схема по-прежнему не меняется, изначально у нас нет деления на вланы, просто коммутаторы переведены в режим работы MSTP. Имя региона у нас нет, все вланы находятся в instance 0. Рассмотрим изменения в выводе команды showspanning3. Как мы с вами видим, у нас выделено красным, протокол изменился опять стандарт, теперь он стал 802.1s, значит мы понимаем, что у нас коммутатор перешел в режим работы MSTP. Тут же справа мы видим, что обозначения, которые у нас присутствуют в выводе, тоже не сильно изменились. Опять же вспоминаю, что ПО было унифицировано для работы. Единственное, на что стоит обратить внимание, вот например, Extended Root Pass COS 0, это общая стоимость маршрута от текущего коммутатора до корневого узла всей сети. Всей. Так как разных регионов у нас пока что нет, у нас он будет равен нулю. Регион Root ID, это ID коммутатора Root в нашем регионе. Опять же, пока у нас регион ID 1. Соответственно, Extended Root, точнее поле ExtRPC, это стоимость порта до корневого коммутатора всей сети регионов, это мы рассмотрим, и Internal RPC, это стоимость порта до корневого коммутатора внутри региона. Designated Bridge, Designated Port, без изменений, все то же самое, все так и остается. Настроим наши коммутаторы, которые у нас находятся теперь в протоколах МСТП. Коммутатор 192.168.1.3, вышестоящий, у нас будет выступать в качестве Root для МСТ0 и МСТ1. Это у нас, соответственно, будет Root для наших регионов. Коммутатор, не регионов, а инстансов. Коммутатор 192.168.1.1, нижестоящий, у нас будет выступать в качестве Root для МСТ2. Создадим VLAN. VLAN у нас будут с 10 по 20 и с 30 по 40. С 10 по 20 VLAN, они у нас будут принадлежать МСТ1, а VLAN с 30 по 40, они у нас будут принадлежать инстансу 2. Все остальные VLAN у нас будут соответствовать инстанс 0, те, которые мы как-то не выделили отдельно в отдельные инстансы. Все настройки касательно VLAN и имени регион у нас будут одинаковые на всех четырех коммутаторов. Коммутаторы с идентичной конфигурацией данных параметров создают один регион, назовем этот регион хлеб. Соответственно, на коммутаторе 192.168.1.3, это у нас который вышестоящий. Мы вводим команду, что Spanning 3, MST0, priority 0 и Spanning 3, MST1, priority 0. Соответственно, он у нас будет root-bridge для VLAN с 10 по 20. ну и всех остальных, которые у нас в инстанс 0 входят. На коммутаторе 192.168.1.1 введем мы с вами команду Spanning 3, MST2, priority 0. Он у нас будет выступать root-bridge для VLAN с 30 по 40. В каждой инстанции Multiple Spanning 3 Instance, MSTi, объединяет в себе VLAN. Каждый регион объединяет в себе коммутаторы, которые имеют один одинаковый MSTi. Если говорить строго, то в регионе у коммутатора должны быть одинаковые следующие параметры. Это region name, название региона, задается командной name, revision level, параметр изменения конфигурации, и MSTi. Revision level мы явно не задавали, он у нас по умолчанию. Но задать его тоже возможность есть. Что важно, в каждом регионе есть инстанция MSTi 0, то есть Instance 0. Она создана по умолчанию, в нее входят все VLAN, которые не распределены по другим инстанциям. Инстанция 0 называется IST, Internal Spanning 3. IST это специальная копия связующей дерево, которое по умолчанию существует в каждом MST регионе. Именно она может отправлять и получать BPDU. Посредством IST передаются кадры BPDU, через которые строится дерево для каждой инстанции. После проведенных настроек давайте с вами посмотрим вывод Show Spanning 3 с коммутатора ниже стоящего, выделен зеленым 192.48.1.1. Итак, ввели команду Show Spanning 3, шапку самую верхнюю, где у нас процесс 0 опускаем, уже много раз ее видели, дальше у нас идет instance 0. Для instance 0 у нас корневым коммутатором выступает коммутатор 192.168.1.3 на рисунке он вышестоящий. Это регион root.id root.id для instance 0, который у нас сейчас есть. В нашем случае регион root.id это root коммутатор внутри инстанции. Дальше у нас есть такое поле как int root pass cost. Стоимость маршрута от текущего коммутатора внутри региона до root коммутатора в instance 0. Соответственно, это 40 тысяч. Как и соответственно в предыдущих примерах, все которые мы видели до этого RSTP вот откуда у нас соответственно и берется это обозначение. Все остальные показатели по сравнению с RSTP не изменились. По факту MSTA 0 это есть, грубо говоря, работа RSTP. Instance 1. Мы поняли, что для instance 1 root коммутатором является вышестоящий коммутатор 192.48.1.3 и на этом вышестоящем коммутаторе 192.168.1.3 мы также сделали его root поэтому регион root.id для instance 1 в выводе мы видим он у нас и есть. Internal root.path.cost это стоимость маршрута от текущего коммутатора внутри региона до root коммутатора в instance 1 у нас такое же значение у нас идет. для instance 2 у данного коммутатора у нас он является корневым коммутатором выступает этот коммутатор который мы и смотрим этот коммутатор 192.168.1.1 и он является регион root.id для instance 2 Internal root.path.cost в этом случае у нас составляет 0 так как текущий коммутатор является у нас root.on для mst.i.2 коммутатор у нас является root для mst.i.2 поэтому стоимость везде у него 0 где мы с вами видим поле int.rpc рассмотрим подключение регионов пусть к нашему региону хлеб мы подключим регион сова это коммутаторы 192.168.1.5 и 192.168.1.6 у них свои Spanning 3 mst.p configuration имя другое у них сова поэтому они относятся к своему региону на них будет создан instance 1 в который будут входить вланы с 10 по 30 в регионе сова у нас коммутатор 192.168.1.5 будет root коммутатором региона и root коммутатором для instance 1 построение дерева stp в регионе сова аналогично региону хлеб для mst.i.0 в регионе сова регион root будет 192.168.1.5 чтобы дерево stp строилось корректно между регионами посредством mst.0 создается общее дерево для всех регионов такое дерево называют cist таким образом ist это или ist кому как удобнее это дерево в пределах одного региона а cist это дерево между регионами на коммутаторе 192.168.1.3 мы вводили насколько вы помните команду spawning 3 mst.0 priority 0 поэтому cist root bridge для обоих регионов и региона сова и региона хлеб у нас будет коммутатор 192.168.1.3 наш коммутатор s299.5 регион представляется как объединение некоторого количества коммутаторов и представляется другим коммутатором как один большой виртуальный коммутатор то есть регион хлеб представится нашему региону сова как будто бы это один коммутатор то есть не 4 там коммутатора которые у нас есть в этом регионе сова будет знать что как будто бы там один коммутатор у них за его портом находится на слайде мы видим вывод сурта региона сова, который у нас является коммутатор 192.168.1.5 как мы с вами видим self-bridge ID в instance 0 у данного коммутатора у нас 32 768 так как в instance 0 у нас есть cist root bridge и это коммутатор из региона хлеб 192.168.1.3 ниже мы видим как раз его root ID который начинается на 0 и заканчивается на f0.e4 если же рассматривать коммутатор 192.168.1.5 в рамках региона сова то он будет являться root коммутатором в instance 0 для своего региона ниже мы как раз с вами видим эту информацию, регион root ID этот коммутатор на коммутаторе 192.168.1.5 для msti 0 порт 1 он является root портом но для msti 1 есть root порт который ведет к cist root bridge он получает роль мастера выделено синим от одного региона к другому может быть только один работающий канал или другими словами только один мастер порт и только на одном коммутаторе если мы обратим внимание на значение ext rpc то он у нас равен нулю коммутатор 192.168.1.2 который у нас находится в регионе хлеб и непосредственно подключенный коммутатор 192.168.1.5 в регионе сова шлет bpdu коммутатор в регионе сова 192.168.1.5 принимает bpdu и обрабатывает его только вот определенная информация в данной bpdu используется для построения дерева в instance 0 существует два вида root pass cost внутренний интернул и внешний external ext rpc в рамках msti 0 является внешним между коммутатором 192.168.1.5 и 192.168.1.3 у нас есть промежуточный коммутатор и это у нас коммутатор 192.168.1.2 однако мы получаем ext rpc значение все равно 0 так как соседний регион у нас рассматривается как один большой виртуальный коммутатор как будто у нас сам root отправил сообщение обратим внимание на показатель ext root pass cost 20.000 это значение которое говорит нам что стоимость маршрута от этого коммутатора до root cist root bridge который у нас является наш коммутатор в регионе хлеб вышестоящий составляет 20.000 то есть непосредственно на порту 1 который подключен к другому региону мы получаем стоимость 0 это значение ext rpc а значение 20.000 тут рассматривается уже как стоимость уже самого коммутатора через который проходит путь тут же мы видим такое значение как int root pass cost 0 так как наш коммутатор является региональным root это значение относится непосредственно к нему и мы видим в сторону лежащего коммутатора мы отправим значение dot cist root bridge значение 20.000 это значение ext rpc а стоимость до региона root id которым является текущий коммутатор значение 0 так как им и является а значит стоимость для него для ниже стоящего коммутатора будет отправляться значение 0 и это int rpc также обратим внимание что значение int rpc для instance 1 у нас является 0 так как текущий коммутатор у нас является для данного instance root теперь мы обратимся к выводу на ниже стоящем коммутаторе мы видим что для него root коммутатор всех регионов и региона хлеб региона сова также является коммутатор 192.16.8.1.3 root id регион root id это у нас региональный root у нас является вышестоящий коммутатор как для instance 0 так и для instance 1 у нас внутренняя стоимость маршрута int rpc будет 0 так как вышестоящий коммутатор анонсирует нам эту стоимость также для instance 0 у нас вышестоящий коммутатор анонсировал стоимость до цист root id значение 20 000 который мы видим на порту 1 у ниже стоящего коммутатора вернемся обратно к нашей первоначальной схеме мстп рассмотрим теперь вывод детальной информации по порту 23 ниже стоящего коммутатора который как мы помним у нас является root для instance 2 поле выделено красным представляет вывод для instance 0 здесь мы можем заметить что порт 23 у нас находится root с приоритетом 0 и mac на конце f0 и 4 designated коммутатор с адресом 255 57 на конце за этим портом также стоимость порта у нас составляет 20 000 можем увидеть количество отправленных полученных bptu mstp два других объекта выделенных блоками относятся к instance 1 и к instance 2 соответственно тут все также стоимость порта адрес root за этим портом и designated bridge за этим портом рассмотрим пакет который поступает к нам на 23 порт от вышестоящего коммутатора 192 168 1 4 который у нас за 23 портом находится давайте вернемся на вышестоящий слайд вот у нас коммутатор 192 168 1 1 нижележащий а вышестоящий за портом 23 у нас коммутатор с ip 192 168 1 4 и вот он нам посылает какой-то пакет выделено выделено для всех вланов и инстанций отправляется только один бпду который содержит всю необходимую информацию мст extension выделенная синим у нас содержит имя нашего региона также информацию о cist bridge identifier это у нас вышестоящий коммутатор коммутатор s2 295 с ip адресом 192 168 1 3 на конце стоимость до нашего cist bridge identifier 20 тысяч mst extension выделенная зеленым у нас идет далее вывод для наших инстанций 1 и 2 здесь мы видим mstd1 mstd2 информация которая соответствует instance 1 и 2 mstd1 регионал root для mstd1 у нас является коммутатор 192 168 1 3 стоимость которую нам присылает вышестоящий коммутатор чтобы добраться до рута это 20 тысяч msti bridge mac это mac адрес нашего вышестоящего designated оборудования и номер его порта порт identifier где мы видим что у нас сферичным записан 8001 то есть первый порт с его с вышестоящего оборудования стороны mstd2 это у нас регионал root является коммутатор на котором мы получаем этот dump где мы сейчас снимаем его поэтому мы видим что для instance 2 у нас как раз mac 1008 на конце это mac нашего коммутатора ниже стоящего так как мы получаем этот пакет от вышестоящего коммутатора то для него стоимость относительно ниже стоящего коммутатора равна 20000 что мы можем видеть в поле internal root pass cost так как у нас коммутатор является regional root для instance 2 то с точки зрения вышестоящего коммутатора от которого получен этот пакет у нас msti bridge mac будет mac ниже лежащего коммутатора ну и порт нашего коммутатора 23 это в 16 речной системе будет соответствовать 17 то есть 8017 иногда поступают вопросы как заблокировать stp на порту давайте мы с вами рассмотрим несколько вариантов но spanning 3 позволяет исключить порт из процесса stp в этом случае отправка bp2 на out происходить не будет если на порт будут поступать bp2 пакеты то они также будут отброшены при этом порт полностью исключается из процесса stp следующий вариант это spanning 3 port fast bp2 фильтр фильтрует входящие и исходящие bp2 при этом порт из процесса stp не исключается spanning 3 port fast bp2 guard в случае поступления на порт bp2 порт будет заблокирован порт перейдет в состояние e-down трафик перестает ходить через этот порт можно также настроить восстановление порта из этого состояния для этого можно дополнительно указать команду recovery и выбрать интервал следующий вариант это bridge protocol filter stp фильтрует все входящие stp пакеты поступающие на порт при этом даже не обязательно включать сам протокол stp для анализа пакетов stp мы можем например использовать дебаг на коммутаторе мы можем активировать дебаг для пакетов stp на каком-нибудь интерфейсе в направлении in и out однако чтобы дебаг начал выводить сообщение нам надо активировать его командой debug spanning 3 это своего рода особенность работы данного дебага то есть show debug spanning 3 вы можете посмотреть команду что вообще у вас он включен или нет этот дебаг посмотреть далее вы можете либо сначала ввести debug spanning 3 нажать enter либо сначала debug spanning 3 bbtu например на порту в каком-нибудь включить а потом уже включить его в команду debug spanning 3 переходим к рассмотрению другого протокола он не связан с stp это протокол ERPS ERPS переводится как ethernet ring protection switching протокол позволяющий осуществлять резервирование канала на втором уровне модели оси путем физического создания петель и их логической блокировки также известный как G8032 он оптимизирует механизм обнаружения петли и может определить двунаправленную однонаправленную неисправность поддерживает многокольцевую и многодоменную структуру схема у нас остается прежней состоит из четырех коммутаторов между коммутаторами sv1 и sv4 у нас будет rpl link owner у нас будет со стороны sv1 порт 23 neighbor у нас будет со стороны sv4 порт 1 этот линк у нас и будет блокироваться между этими двумя коммутаторами все остальные порты называются common порты собственно произведем настройки для нашей схемы трафиковый влан который нужно защищать от петель и разрывов объединяется в mst инстансы и называет protected lans в нашем случае это будет instance 1 с ланами 1 3 4 эти вланы мы будем защищать остальные вланы попадают в instance 0 незащищаемые так захотели бы изначально на коммутаторе все вланы принадлежат instance 0 это в том случае если мы ничего еще не настроили и не выделили защищаемый в instance какой-то для настройки instance ERPS мы будем использовать комбинацию spawning 3 mst configuration при этом мы не включаем саму mstp на коммутаторе команда служит у нас просто для выделения защищаемой инстанс не нужно вводить никогою команду spawning 3 spawning 3 mode mstp мы их наоборот выключили также на каждом коммутаторе мы создаем вланы с первого по четвертый обратите внимание на sv1 он так как у нас является owner мы назначаем порт 23 который выделен у нас в порт 0 как owner protected instance у нас первый это вланы 1 3 4 control влан у нас 2 мы настроили порты 1 и 2 1 и 23 как порт 1 и порт 0 соответственно sv4 у нас является neighbor по отношению к owner порту остальные настройки совпадают с настройкой sv1 на коммутаторах sv2 и sv3 на данных коммутаторах нет ни owner не neighbor портов поэтому настройки тут точно такие же но без указания owner и neighbor вообще как мы с вами видим настройки идентичны на всех коммутаторах выделены instance 1 которым будем защищать кольца созданы защищаемые вланы созданы кольцо с именем ring 1 настроено два порта участвующих кольца порт 1 и порт 0 может возникнет вопрос что вообще все это такое о чем о чем мы с вами говорим что это за порты так вот существуют терминологии которые мы будем придерживаться при рассмотре ERPS первое это ERPS ring кольцевая сеть закрытая состоит из какого-то количества узлов только два порта используются для построения кольца соединяющих в какую-то кольцевую сеть rpl-link это у нас специальный линк между двумя устройствами обозначается как owner neighbor и соответственно в нормальной работе когда у нас ERPS работает и ничего не происходит у нас на сети именно этот линк и заблокирован owner это коммутатор подключенный к этому линку к rpl-link в нормальном режиме работ у нас заблокирован и в случае если что-то происходит на сети этот как раз коммутатор разблокирует линк neighbor это коммутатор который противоположен owner с другой стороны находится и также участвует в блокировке и разблокировке канала raps это специальные пакеты которыми обмениваются коммутаторы в сети координируются действия по защите обычно когда у нас ERPS кольцо стабильно работает только owner отправляет сообщения и сообщения передаются в специальном влане который мы выделили в предыдущей настройке у нас это был влан 2 вот в этом специальном влане передается служебная информация итак снова обратимся к нашей картинке у нас каждый коммутатор будет иметь по 2 порта участвующих кольце их еще часто называют west east запад восток в нашем случае это порт 0 порт 1 при настройке этих портов они не обязаны совпадать с противоположной стороны то есть если вы настроили с одной стороны порт как порт 1 это не значит что у соседа тоже обязательно с другой стороны должен быть порт 1 данные порты должны быть настроены как транк и в них должен находиться рапс влан обязательно то есть рапс влан обязательно должен быть выдан транком в порты эти в этом специально выделенном влане у нас будет передаваться служебная информация по нашему кольцу также у нас должен существовать owner neighbor два соседних соединения это соединение rpl в обычном состоянии именно этот линк находится в заблокированном состоянии и обеспечивает разрыв кольца owner генерирует в служебном рапс влане сообщение рапс no request rpl blocked то есть nr rb сообщение внизу на слайде можно увидеть что owner непрерывно генерирует сообщение raps no request rpl blocked сокращенное nr rb и соответственно в случае стабильного поведения сети когда ничего не происходит owner в два своих портах в два своих порта отправляет эти сообщения рассмотрим вывод состояния сети при котором у нас она стабильна на owner коммутаторе посмотрим статус show erps статус мы с вами видим что название нашего erps кольца это ring1 защищаемый instance 1 node state у нас находится в состоянии idle порт 23 у нас является порт 0 это owner порт и в нормальном состоянии этот порт заблокирован что мы можем видеть в состоянии блок сигнал статус у нас non-failed он принимает значение либо failed либо non-failed failed что-то случилось с линком например нет линка non-failed все хорошо линк активен raps node id это MAC адрес устройства которое отправило raps пакет в нашем случае сеть стабильна только owner рассылает raps пакеты в оба своих порта порт 0 и порт 1 поэтому мы видим тут одни ноли блок порт референс bpr номер порта коммутатор который был заблокирован значение 0 или 1 соответствует порт 0 и порт 1 в рапках rps то есть если на каком-то из коммутаторов произойдет обрыв кольца то он отправит raps пакет в котором будет указан порт на котором произошел разрыв порт 0 или порт 1 поэтому значение bpr может принимать либо значение 0 или значение 1 также в случае разрыва кольцо у нас будет принимать несколько состояний в зависимости от того восстановился или нет разорванный линк первое состояние это idle стабильное состояние системы когда заблокирован rpl link protection состояние при котором обнаружен разрыв в кольце rpl link в статусе forward link либо разорван сам rpl link то есть где-то линк порвался но еще не восстановился соответственно rpl link у нас поднимается состояние переходит в protection следующее состояние это pending состояние при котором разорванная связь восстановилась однако rpl link еще не перешел состояние блокировки запускается специальный wtr-таймер wtr-таймер запускает owner по стечению таймера если все хорошо то link rpl блокируется система переходит в изначально состояние idle обратимся например к выводу на коммутаторе neighbor все так же состояние у нас idle значит у нас состояние в сети стабильно rpl link заблокирован порт 1 является точнее порт ethernet 1.0.1 является портом 1 и он заблокирован так как является neighbor портов это вот ниже стоящие мы с вами на картинке видим вывод у neighbor это коммутатор который справа как можно заметить raps node.id mac указан коммутатора owner так в стабильном состоянии owner рассылает raps пакеты через оба своих порта порт 0 и порт 1 а neighbor их получает также с обоих сторон кольца то есть owner влево грубо говоря и вправо отправляет пакеты слева он когда отправил пакет он доходит на коммутатор 192.168.1.2 тот его передает дальше на вышестоящий коммутатор 192.168.1.3 а тот в свою очередь в сторону ниже стоящей 192.168.1.4 и поэтому у neighbor как мы можем заметить в выводе raps node.id как раз указан mac адрес нашего оунера потому что он и на порту 23 и на порту 1 получил пакеты raps где указан mac адрес нашего оунера какие raps сообщения вообще могут использовать коммутаторы первое мы уже смотрели nrrb отправляет owner соединение стабильно rpl линк заблокирован другие коммутаторы при получении таких сообщений разблокируют свои порты если они были заблокированы сигнал фейл когда коммутатор зафиксировал недоступность линка он начинает отправлять sf пакеты не owner начинает отправлять sf пакеты а тот который заметил обрыв когда данные пакеты достигают owner и neighbor они разблокируют rpl линк эти пакеты коммутатор отправляет до тех пор пока линк не восстановится nr пакеты no request после восстановления линка коммутатор начинает периодически отправлять пакеты nr когда owner получает пакеты эти он запускает как раз vtr timer узел прекращает отправку пакетов nr после получения пакетов nr rb от нашего owner давайте рассмотрим с вами два варианта работы rps в случае когда один из каналов у нас оборвался а затем у нас он восстановился первый вариант работы это ревертив в случае обрыва восстановления линка блокировка кольца возвращается на rpl линк это режим который включен по умолчанию в изначальном состоянии мы можем увидеть show rps statistics на коммутаторе owner мы видим что он отправляет в оба своих порта сообщения nr rb вот выделено красным 47 у нас отправленных пакетов в обе стороны происходит обрыв линка между тумя коммутаторами на рисунке он изображен справа состояние кольца переходит в режим protection rpl линк переходит в состояние forwarding так как оба коммутатора у нас обнаружили обрыв линка на своих портах порт 0 вот на картинке обратите внимание порт 0 2 коммутатора между ними обрыв линка произошел то они начинают рассылать пакеты sf signal f они доходят до owner owner перестает рассылать nrb пакеты статистике мы видим прирост пакетов только sf вот выделено у нас 15 обратите внимание что raps node id у нас появились маки коммутаторов которые сейчас отправляют как раз эти sf пакеты это 25 5f это у нас правый коммутатор и на конце mac адрес который у него выделен красным и f0 e4 это вышестоящий коммутатор так как авария у нас на этих двух эти два коммутатора заметили аварию на своих портах порт 0 то bpr у нас соответственно и в первом и втором случае на порт 0 и порт 1 также приходит 0 после восстановления линка оба коммутатора которые заметили обрыв начинают посылать nr пакеты выделено красным 1614 эти значения и соответственно owner запускает vtr таймер он у нас был настроен на 1 минуту если кто-то внимательно обратил на первоначальную настройку после истечения этого таймера если все хорошо то owner начинает снова рассылать nr rb пакеты статус меняется на idle rpl порт снова блокируется вот кстати можно заметить в правом нижнем углу что у нас состояние idle и заблокированный порт второй вариант работы это non-revertive в случае обрыва восстановления линка блокировка кольца не возвращается на rpl линк данный режим можно установить в режиме настройки e-rps instance при настройке вот как раз у нас когда настраивалось кольцо в изначальном состоянии мы можем посмотреть что rps statistics на коммутаторе owner мы видим что он отправляет в оба своих порта сообщение nrb стандартное поведение мы уже знаем о нем происходит обрыв линка между двумя коммутаторами опять же на рисунке справа состояние кольца переходит в protection rpl link переходит в состояние разобокировки продвигает через себя трафик оба коммутатора обнаружили обрыв линка на своих портах порт 0 начинает рассылать sf пакеты выделено опять же красненьким три пакета вот мы видим owner перестает рассылать nrb пакеты в какой-то момент у нас линк восстанавливается состояние кольца переходит в состояние пендинг выше выделил специально коммутатор начинает рассылать nr пакеты однако owner не запускает в отртаймер поэтому и дальше происходит прирост пакетов nr а состояние кольца остается в пендинг rpl link остается разблокирован а восстановленный линк у нас остается заблокированным и вот чтобы выйти из этого состояния надо применить такую команду как clear command в настройках на owner где мы и указывали команду non-revertive существуют также и другие типы raps сообщений например fs и ms то есть force switch manual switch если мы настроим такой мод как force switch на порту он блокируется то есть мы вручную прямо его заблокировали и периодически рассылает force switch пакеты при получении такого пакета коммутатор разблокирует все свои порты это вышестоящий который получает эти пакеты если вообще таких вы и были и обновляет таблицу коммутации а manual switch также настраивается на порту порт блокируется периодически рассылаются данные сообщения коммутатор который такое сообщение получил разблокирует все доступные порты обновляет таблицу коммутации это значит что по какой-то причине был заблокирован порт получил такой пакет порты разблокировал ну как бы теоретическая часть в этом случае присутствует чтобы не путались а что порт был до этого заблокирован где-то там возможно какой-то порт был по какой-то причине давайте рассмотрим с вами поведение force switch на порту у нас кольцо находится в стабильном состоянии owner как мы с вами уже знаем постоянно рассылает нррб пакеты rpl link заблокирован но что если нас не устраивает что rpl link заблокирован и мы хотели по какой-то причине разблокировать заблокировать какой-нибудь другой линк может это другой линк просто медленный а вот rpl link быстрый а он заблокирован кто такую схему такую сеть планировал непонятно в этом случае мы можем воспользоваться командой force switch в рамках конфигурирования rps и указать какой порт мы бы хотели заблокировать после введения данной команды у нас коммутатор рассылает пакеты fs порт 1 на рисунке его специально отразил становится заблокированным статус кольца переходит в режим force switch однако если произойдет обрыв кольца где-нибудь в другом месте например между правым коммутатором и вышестоящим коммутатором то порт в режиме force switch разблокирован у нас не будет поэтому необходимо понимать зачем вообще нужно использовать вам в вашей сети force switch такую команду чтобы убрать ее необходимо ввести команду clear command на коммутаторе где его вы указали указали на ниже стоящем коммутаторе только там и нужно ее вводить manual switch это следующий вариант который вы можете использовать на порту кольцо у нас стабильное owner рассылает nrb пакеты как и в прошлом примере мы хотим заблокировать не rpl link а какой-то другой мы вводим команду manual switch port 1 в рамках конфигурации e-rps на коммутаторе где хотим заблокировать данный порт после этого коммутатор рассылает пакеты ms порт блокируется статус кольца переходит manual switch обратите внимание выделено красным если где-то произойдет обрыв link то manual force порт будет разблокирован разблокирован начнется стандартное перестроение по окончанию перестроения состояние кольца будет состояние idle таким образом если происходит перестроение кольца то к обратному состоянию в режим manual switch коммутатор не возвращается также если коммутатор находится в состоянии manual switch и вы хотите вывести его из этого состояния вручную то также можно использовать команду clear command в настройках e-rps давайте с вами перейдем к рассмотрению rps в случае когда у нас есть subring то есть полукольцо обычно их используют например если у нас уже есть существующее кольцо и мы бы хотели добавить в существующего кольца какой-нибудь участок сети без разрыва перенастройки основного кольца рассмотрим простую модель в существующей схеме мы подключим два дополнительных коммутатора которые у нас будут частью subring major ring у нас остается без изменений major ring это если что у нас sv1 2 3 4 это контроль навлан здесь на рисунке изображен у нас остается также контроль навлан 2 дополнительные коммутаторы у нас будут обозначены как sv5 и sv6 subring с названием ring 2 у нас будет состоять из коммутатора sv1 sv5 sv6 sv4 в рамках данного subring у нас также естественно будет находиться owner и neighbor они будут расположены между коммутаторами sv5 и sv6 почему мы их туда поместили просто потому что для более понятного вида в рамках данного полукольца у нас будет использован контрольный в рисунке в рисунке схематично представлено изображение нашего основного кольца и нашего полукольца в данном случае коммутатор у нас sv1 и sv4 является interconnected nodes то есть те коммутаторы которые находятся на границе между основным кольцом и полукольцом и имеют настройки для полукольца и основного кольца сабринг бывает с использованием виртуального канала и без использования виртуального канала рассмотрим сначала сабринг без использования виртуального канала в рамках данной схемы у нас служебная информация передается в контрольном лане 7 только внутри полукольца между коммутаторами sv1 sv5 sv6 и sv4 так как коммутаторы sv1 и sv4 являются интерконнектед коммутаторами то в дополнение к существующим настройкам которые у них созданы для мейджеринг мы создаем на них настройки для сабринг которые названы у нас ринг 2 вот обратите внимание специально выделены sv1 слева sv4 справа и дополнительные настройки у них касательно ринг 2 сделаны стоит отметить что для ринг 2 у нас на каждом коммутаторе в полукольце будут одинаковые настройки на интерконнектед коммутаторах мы дополнительно создали в лан 7 в настройках ринг 2 мы указываем то что это полукольцо open ring указываем контрольный в лан 7 и защищаем instance 1 как и в мейджеринге важно отметить что на sv1 и sv4 у нас будет по одному порту в полукольце ring 2 и настраиваются они на портах в сторону ниже лежащих коммутаторов на портах 10 которые у нас смотрят ниже такой команды как rps ring ring 2 порт 0 порт 1 нон также мы видим что на портах 11 коммутаторов sv5 и sv6 мы настраиваем rpl связь указывая там owner и neighbor коммутаторы sv5 и sv6 у нас входят в состав только полукольца поэтому на них идут настройки для сабринг и идет настройка двух портов порт 0 и порт 1 дополнительно можно обратить внимание что внутри сабринг не создан в лан 2 так как он является контрольным в мейджеринг а также то что ни в лан 2 ни в лан 7 не добавлены у нас в protected instance контрольные в ланы не надо добавлять в protected instance так как в них передается только служебная информация ну грубо говоря это best practice если добавите ну ничего не взорвется в обычном стабильном состоянии у нас коммутатор sv5 который у нас является оунером генерирует все так же пакеты nrb он отправляет их через свои порты порт 0 и порт 1 эти пакеты передаются коммутатору sv1 с одной стороны и коммутатору sv6 с другой стороны sv1 дальше никуда пакеты не передает коммутатор sv6 в свою очередь передает их в сторону sv4 тот же в свою очередь больше их также никуда не передает не пересылает как мы с вами видим по выводу с коммутатора sv5 состояние полукольца находится в состоянии idle RPL-линк у нас заблокирован. Это порт 11. Рассмотрим вариант, при котором у нас произошел сбой связи между коммутатором SV4 и SV6. В случае обнаружения сбоя связи коммутатор SV6 направит в сторону SV5, RAPS сообщение, Signal Fail SF, который в свою очередь направит его в сторону SV1. SV4 тоже обнаруживает обрыв связи, но ему некуда отправлять пакет, так как он одна из конечных точек в сабринге. RPL-линк между SV5 и SV6 разблокируется. Состояние мейджеринга остается в состоянии idle. В состоянии сабринг переходят в состояние protection. То есть в сабринг происходят те же самые процессы, которые мы рассматривали ранее для мейджеринга. В случае восстановления связи между SV4 и SV6 состояние перейдет в pending, запустится в WTR-таймер, после которого состояние вновь вернется в состояние idle. Все это время состояние мейджеринг не меняется. В красном выделено различные состояния у нас, когда у нас стабильно все, NRRB пакет отправляется. Затем у нас произошел обрыв, начинаем получать пакеты SF и, соответственно, переходит в состояние protection. Предположим, у нас есть компьютер, который подключен к коммутатору SV2. Он взаимодействует с компьютером, который подключен к коммутатору SV6. В обычной ситуации у нас трафик идет от коммутатора таким образом, от SV2. SV2, SV3, SV4, SV6. Выделено светло-зелеными стрелками. Он проходит по такому пути, так как линк между SV5 и SV6 в сабринг у нас заблокирован. То есть трафик не может идти как SV2, SV1, SV4. Так как на пути исследования трафика есть RPL-Link, мейджер кольца, а также трафик не может идти как SV2, SV1, SV5, SV6, так как на пути исследования трафика опять же находится RPL-Link. Предположим, у нас, так же как и в предыдущем примере, происходит обрыв связи между коммутатором SV4 и SV6. Коммутаторы в мейджер ринг не знают про этот инцидент. Коммутатор SV2 продолжает слать пакеты в сторону SV3, однако путь через него уже не актуален. Естественно, через какое-то время связь появится, но можно и ускорить процесс. Для подобного рода сценариев существует специальная команда, которая позволит передать в мейджер ринг данные из сабринга о том, что нужно обновить свою таблицу коммутации, чтобы MAC был излучен за другим портом. У нас существует такая команда, как Ethernet TCN Propagation ERPS-TO-ERPS. Настраивается она на интерконнектед нодах, то есть на коммутаторе SV1 и SV4 в нашем примере. Контрольный в LAN-7, который у нас фигурирует в сабринге, на интерконнектед нодах, добавляется в ProtectedInstance1, а как мы помним, контрольный в LAN-7 можно туда не добавлять. Но в данном случае, чтобы у нас все заработало, мы вот туда его добавляем, ProtectedInstance1. Ранее, как вы помните, он у нас не добавлялся, так как, еще раз повторюсь, через них передаются только служебные данные. Его данный в LAN, он добавляется только на интерконнектед нодах, в Instance1, и его не нужно создавать на коммутаторах SV2 и SV3, и транком пробрасывать его через эти коммутаторы. Когда произойдет отказ линка между SV4 и SV6, то коммутатор SV4 отправит коммутатор SV4 через свои порты. Вот линк оборвался, у нас коммутатор SV4 является интерконнектед нодой. Ему по большому счету в сабринг некуда передавать информацию. Но, так как мы сделали предыдущие настройки, коммутатор SV4 отправит свои порты в мейджоринге 3 пакета и вент. Через порты порт 1 и порт 0. Коммутатор 6 направит пакет в сигнал фейл сторону SV5, а потом он дойдет до SV1, и коммутатор SV1, получив SF пакет, отправит также свои порты в мейджоринг уже по 3 пакета и вент. Поэтому мы с вами видим на картинке, что коммутатор SV1 и отправляет, и получает через эти порты 3 пакета и вент. В этих пакетах будут содержаться данные о необходимости сбросить, обновить свою таблицу коммутации. В самом низу мы видим флаж реквест. Периодически пакет и вент не рассылается, то есть произошел обрыв в сабринге. Отправили 3 пакета и вент. Коммутатор обновили свою таблицу коммутации, и процедура завершилась. После обновления таблицы коммутации, трафик переходит на другой линк, и он начинает двигаться от компьютера, как SV2, SV1, SV5, SV6. Да, и важное замечание. Давайте вернемся. Когда коммутатор SV1 и SV4 отправляет в мейджеринг пакеты и вент, внутри мейджеринг данные пакеты распространяются в контрольном влане, тот, который действует в мейджеринге. А это контрольный влан 2. Слева внизу как раз вот выделено то, что данные пакеты у нас во втором влане распространяются, потому что контрольный влан 2, это у нас для служебных данных работает внутри мейджеринг. Теперь обратимся к схеме с использованием виртуального канала. Все, что мы с вами рассмотрели, это было без использования виртуального канала. Просто до наглядности мы будем использовать нашу привычную схему. Однако использование виртуального канала в данной схеме не совсем имеет смысл. И мы разберемся сейчас почему и посмотрим схему, где использование виртуального канала имеет смысл. Когда у нас была схема без использования виртуального канала, у нас нейбор в Subring при получении NRB сообщения от оунера пересылал их в сторону SV4. В случае, когда мы настроим наши коммутаторы на работу с виртуальным каналом, пока не полностью рассматриваем, то есть добавим команду sv1 на sv1, sv4, sv5, sv6, такую команду как rapsvirtualchannelwith, то нейбор перестает отправлять NRB пакеты в сторону SV4. То есть, как и в случае с мейджеринг, нейбор не отправляет эти пакеты, только получает. Так как нейбор не пересылает пакеты от оунер в сторону SV4, то состояние Subring на коммутаторе SV4 находится в состоянии Pending. SV4 не слышит служебные пакеты в Subring. Стоит также отметить, что коммутатор SV1 не будет пересылать пакеты rapspocket в сторону SV2. Рассмотрим настройки для конфигурирования виртуального канала в нашей схеме. Во-первых, на коммутаторах Subring, sv1, sv4, sv5, sv6, мы указываем настройку rapsvirtualchannelwith, выделено красным, который активирует нашу функцию виртуального канала. Во-вторых, на коммутаторах SV1 и sv4 мы добавляем контрольный VLAN 7, который относится к Subring, в Instance 1, который у нас Protected. В-третьих, на коммутаторах в Major Ring мы также создаем VLAN 7 и добавляем его в Protected Instance 1. В-четвертых, мы выдаем VLAN 7 в Major Ring в коммутаторах магистральные порты. Есть дополнительный нюанс на коммутаторе SV2 и SV3, можно просто создать VLAN 7 и выдать его в магистрали. Не обязательно добавлять его в Protected Instance 1. Однако, для унификации настроек и работы мы рекомендуем просто его туда добавлять. Для унификации, чтобы одинаково все было. После проделанных настроек, поведение виртуального канала будет выглядеть следующим образом. Owner в Subring, это коммутатор у нас SV5, отправляет RAPS, NRRB сообщения, пакеты в сторону нейбора и SV1. Нейбор получает пакеты и SV1 получает пакеты. SV1 далее отправляет эти пакеты по маршруту SV2, SV3, SV4. SV4 отправляет их в сторону SV6. Таким образом, нейбор у нас получает пакеты с двух сторон от Owner. То есть MajorRing используется в данном случае для передачи служебных пакетов в Subring. Поэтому это называется виртуальным каналом. На изображении мы можем заметить, что в этот раз состояние SV4 у нас уже idle, которое у нас для Subring существует. А коммутатор SV6 получает служебные пакеты с двух сторон. Однако, как было сказано ранее, наша схема не имеет особого смысла для использования виртуального канала. Она была показана просто для понимания принципа работы. Давайте рассмотрим потенциальную схему, где бы нам могло пригодиться использование виртуального канала. Здесь у нас представлены две одинаковые схемы. Это коммутаторы A, B, G и H образуют первое MajorRing. Коммутаторы C, D и F образуют второе MajorRing. Коммутаторы B и C образуют одну связь с Subring. А коммутаторы G и F образуют другую связь с Subring. Таким образом, связь B, G относится у нас к MajorRing 1, а C, F относится к MajorRing 2. Перечеркнутые круги у нас на схеме, это обозначено, где у нас находится Owner. Как мы с вами знаем, как мы с вами уже знаем, Owner отправляет NRRB сообщение. Схема без виртуального канала, который у нас находится сверху. У нас коммутатор B в схеме является интерконнект. Интерконнект от коммутатора. Он отправляет RAP сообщение в сторону коммутатора своего Neighbor C. Neighbor получает сообщение и далее его никуда не может отправить, так как линк C, F относится к MajorRing 2. Owner также не может отправить пакет в сторону коммутатора G, так как линк B, G относится к MajorRing 1. Вот и получается, что, например, при обрыве линка между G и F ни коммутатор G, ни коммутатор F в сабринге не смогут отправить SF сообщение, и линк между B и C не будет разблокирован. Поэтому связь MajorRing 1, связь между MajorRing 1 и MajorRing 2 у нас не будет. Однако, если мы будем использовать схему с виртуальным каналом, при использовании виртуального канала между B и G, F и G, коммутатор в сабринге отправляет RAP сообщение. Этот сообщение получает коммутатор C. Используя виртуальный канал, коммутатор B может передать RAP сообщение в сторону коммутатора G, тот в свою очередь передает пакет в сторону коммутатора F, и уже коммутатор F передает сообщение при виртуальном каналу в сторону коммутатора C. Таким образом, коммутатор C получает раб сообщения с двух сторон. В случае обрыва линка между коммутаторами G и F, коммутатор G и F отправит SF signal fail сообщение по виртуальному каналу, и линк между B и C коммутатором будет разблокирован. Поэтому связь между менеджеринг 1 и менеджеринг 2 у нас появится. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Спасибо.